Молодец, молодец. Я тебя. Муковка Я. Ещё совсем юные братья Денис и Даниил неокрепшим почерком пишут письмо своему папе. Они не видели его уже месяц. Сильно соскучились, но в силу возраста пока не осознают, что ближайшая встреча может произойти только через 10 лет. Именно такой срок грозит предпринимателю Денису Ефимову из небольшого города Татарск на границе между Омской и Новосибирской областями. Была экспертиза, то есть легкие телесные повреждения были и у вора Сергеева, и у моего мужа. Жена Дениса Ефимова Юлия вспоминает. Всё началось ещё 4 года назад. Супруги владеют салоном сотовой связи в Татарске. В 2016-м магазин грабили трижды, выбивали стёкла и выносили весь товар. Заявления в правоохранительные органы должного эффекта не принесли. По словам Юлии, полицейские вели расследование как будто неохотно. Ждали, когда преступники сами дадут о себе знать. А вот собственное расследование Дениса Ефимова увенчалось успехом. Знакомые подсказали, где можно найти предполагаемого вора. Недолго думая, предприниматель отправился вместе с товарищами по следу преступника и поймал его с поличным в Омске. Мой муж набрал телефон дежурной части оперативной города Татарска. Если бы на тот момент оперативники сказали, Денис, ты обратись к полиции города Омска, мы с ними свяжемся, всё, депортируем, скажем так, преступника в Татарск. Но нет. Они ему сказали, то есть, чтобы муж мой вёз его в Татарск. Давай побыстрее, Денис, мы ждём его, то есть, вези его сюда, будем разбираться. Когда Денис Ефимов привёз мужчину в полицию, неожиданно для себя узнал, что сам является преступником. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых самоуправство и похищение человека. Предпринимателя оставили под подпиской о невыезде, однако Денис скрылся от следствия. Юля объясняет, хотел найти доказательства своей невиновности. Ушёл в бегание потому, что чтобы там прятаться, боялся он тюрьмы, боялся полицейских. Нет, чтобы как-то пытаться бороться с этой несправедливостью, потому что он говорил, что если меня закроют, я не смогу там уже ничего сделать. Впрочем, сильно от полиции Денис и не бегал. Почти всё время жил с семьёй в Омске. Параллельно от имени жены писал обращения во все возможные инстанции. Но, по словам Юлии, приходили лишь формальные отписки. Месяц назад Дениса взяли под стражу, как и его знакомых, которые помогли отыскать преступника. Сейчас идёт судебный процесс. То есть занимается адвокат из Томска нашим делом. Ну вот, пытаемся опять доказать невиновность в очередной раз. Мужчина, который грабил торговую точку Дениса Ефимова, уже успел отсидеть свой срок в тюрьме. Его вина была полностью доказана. По словам Юлии, недавно он вышел на свободу и почему-то вновь решил наведаться в излюбленный магазин в прежнем амплуа под покровом ночи. Правда, на этот раз его задержали на месте. Сейчас идёт следствие. А Юлия тем временем пытается доказать, что её муж не преступник. Если бы знал, что ему грозит срок, то никогда бы не стал пытаться доставить вора в полицию.